добрый вечер я алексей в эфире 34 выпуск программы гербы городов россии она выходит по выходным наш город сегодня это город белый город расположен на берегах реки обша притока западной двины разделяющий его на две части северную и южную с городом связано много легенд и преданий по одному из них поначалу город закладывали у речки белая отсюда и название но поднявшиеся в половодье вода усиленная дождями снесла заготовленные материалы вопшу похоже что провидение указывала на необходимость переноса города на другое место перенесли так до сих пор и стоит считается что к 13 веку город имел длительную историю следы которой не сохранились в 1395 году белый включен в состав великого княжества литовского однако еще до этого короткое время он принадлежал московскому княжеству в 1356 году дмитрий иванович отбил его у смоленского князя святослава с этого события началась трехвековая то вспыхивающая ожесточенными битвами то затихающая борьба за обладание этими землями между москвой и литвой усугубленная порой моровыми поветриями порой неурожаями много раз входили в город войска противоборствующих сторон заключались перемирия и нарушались обещания пока в 1667 году он не остался за россией по андрусовскому перемирию однако белый каким-то образом утратил свой городской статус и упоминается не иначе как селение бельская переправа но довольно скоро сделался важной перевалочной базой продукции большого региона направляемый в рижский порт поселение приобрело известность почти столетие оно процветало но два пожара превратили его в село с тесными переулками тянущимися вдоль обши и по течению впадающих в нее ручьев дома крохотные под соломенными крышами быть жителей мало отличался от сельского а времени том есть немало досужих сказок которые можно интерпретировать как нравственное назидание потомкам власти установили подать и по числу конбельцы в ответ ставили лишь два окна на улицу стали собирать подать и подымно с трубы бельцы побед не перебрались в землянки целыми семьями обвиняли горожан в пристрастии к сутяжничеству но если посмотреть систему наказаний за содеянные неблаговидные поступки то сводится она к действиям сугубо морального характера известны были бельцы благочестием необычайной честностью а также обычаем весьма трогательным по кончине каждого звонил колокол в 1769 году белый вдруг сделался уездным городом киевского наместничества а с 1776 года приписан к смоленскому преобразованному позднее в губернию в 1812 году бельское ополчение выступило на подкрепление регулярной армии в самом же уезде осталось особое ополчение коны истребившие и немало французских мародеров только в торопец было отправлено 200 солдат армии бонапарта есть красивая легенда о том как смышленный крестьянин повстречав идущий к белому отряд французов не моргнув глазом соврал о казаках будто бы их там поджидающих и тем спас город от очередного разорения между тем там действительно был отряд для охраны в двадцатом веке господствовали уже другие нравы и гитлеровская армия разрушила город до основания жестокие бои на смоленской земле в 1941 году когда здесь на два месяца был остановлен казалось бы победный марш к москве дорого обошлись всем ее городам страной прошли железные дороги ближайшие белому станции неледово в 50 километрах это не способствовало развитию города 6 веков стоявшего на защите отечества сейчас в нем немногим больше 4000 жителей имеется льнозавод лес промхоз вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал